всем привет с вами марина и мои цветочные друзья и сегодня я свое видео как вы поняли уже наверное снимаю со своего садового участка а кроме того сегодня я хочу передать ответный привет каналу светланы цветочные джунгли от блондинки в одном из своих видео света рассказывала о моем канале и до этого тоже неоднократно я слышала о себе много хорошего от цветы и ни разу не не поблагодарила ее за такие теплые слова поэтому сегодня благодарю свету и хочу тоже немножко рассказать о ее канале я буду показывать вам свои растения и немножко расскажу о светином саде но если вас какое-то растение заинтересует а я его не назвала то скажите на какой минуте просмотра это растение которое вас заинтересовало я с удовольствием в комментариях поподробнее о нем расскажу итак моему саду далеко до сада светы канал цветочные джунгли от блондинки сейчас я расскажу почему света называет свой сад ленивым на самом деле друзья это не так просто в ее саду работы садоводу нужно выполнять намного меньше чем например в моем а произошло это как раз потому что света потрудилась и создала из растений целые группы где каждый из соседей защищают друг друга а все вместе они препятствуют росту сорняков у меня пока такие группы не создаются может быть для этого нужен талант а может быть просто время мой сад создается спонтанно без таланта и без знаний но растений здесь интересных я считаю уже достаточно много некоторые из них я вам сегодня покажу вот этот пестрик это горец и что же полезного я увидела у светы у нее очень много почвопокровников то есть если существует на земле свободное место она она все равно будет занята каким-то растением если вот мои свободные места вот здесь занимают сорняки то у света как раз почвопокровники препятствует их росту это мне очень понравилось и я теперь присматриваю растение которое можно посадить нижним ярусом как почвопокровные растения мое увлечение садом началось с того что я стала обращать внимание на красивые кустарники как-то травы прошли мимо моего внимания и садовый участок начал заселяться просто стремительным образом начал заселяться всевозможными кустарниками вот сейчас я показываю вам бузину декоративную бузину темного цвета ева справа от нее пестрый горец темных оттенков там виднеется пузыре плотники слева от бузины это кариаптерис тоже пестролистный так вот когда учат участок был заселен кустарниками а это не так уж и сложно потому что выбор у нас огромный а места не так много то я поняла что трав в моем саду не хватает и вот сейчас я занимаюсь тем что подсаживаю травы всевозможные ну а кусты по-прежнему остаются одними из любимых растений в моем саду не хватает тени опять же если я вернусь к саду светланы цветочная джунгли от блондинки то у света очень часто наблюдаю картину когда роза например растут в тени высоких деревьев и при этом и деревья и розы чувствуют себя раз прекрасно то есть сейчас когда у нас 40 градусная жара вот этот недостаток тени особенно чувствуется за день растения настолько устают от солнечного света что просто для того чтобы уменьшить испарение влаги с поверхности листа они вешают листья как приспущенные флаги сдаются летние жари если вы заходите на канал светланы цветочные джунгли от блондинки то наверное обращали внимание что а света очень позитивный человек я ловлю себя на мысли что ее видео часто вызывают улыбку у нее очень интересные бывают замечания сравнения комментарии я с удовольствием всегда слушаю как же света комментирует свое видео а помимо этого еще примечаю растение которое мне хотелось бы иметь в саду но некоторые я испытала и на нашей жаре они не выжили например света показывает красивейшую волжанку пушистую белую и у нас в нашем жарком климате это растение просто сгорает когда начинается жара а если вы живете в более прохладном регионе я живу в краснодарском крае то я думаю что волжанку обязательно нужно посадить она очень красиво выделяется своей ажурной листвой и вертикальными соцветиями белого цвета может быть я просто какие-то растения не умею вырастить то есть возможно виноват не климат а то что мне пока не хватает опыта сейчас показываю вам группу растений в которые входят дерен это слева сейчас покажу поближе листики они пестрого цвета под ним растет очиток вертикальный букетом таким и справа от очитка мискантус этот мискантус похож на пампасную траву когда зацветает у него пушистые белые соцветия и он высокий до 3 метров высотой розовые сиреневые цветы это монарда душистое растение которое такими шапками цветов цветет в течение двух месяцев сейчас покажу вам поближе дерен дерен это кустарник он цветущий на цветы не настолько красивые как листья пестрые листья очень хорошо выделяются на фоне других растений и в каком бы затененном уголке сада он не рост эта пестрота не теряется еще одно преимущество дерена это то что зимой его ветки становятся ярко алого цвета от холода и опять же в саду это очень красиво смотрится на фоне серой земли в нашем случае у нас зима такая серая ну а если у вас снег то на фоне снега вот здесь рядом с мискантусом растет вот такой вертикальный плющ видите как много у меня свободного места то есть мне почему покровников явно не хватает зато кусты какие хотите вот сейчас показываю вам вот такие красивейшие листья видите они просто мраморные как вы думаете что это такое это тоже бузина это бузина пульверу лента она цветет это уже отцвели цветочки остались такие ягодки вот здесь у меня получилось полянка сейчас наблюдаю насколько здесь солнечно в течение дня и если солнце немного как-то я упустила это из внимания в какое время дня тут бывает солнце мне кажется что здесь достаточно затененное место я хочу посадить здесь хосты или гейхеры и то и другое имеет красивые листья которые я думаю что украсят любой уголок сада посмотрите какой тут ирис вот его нужно высадить на более светлое место он оказался в тени это карликовая спирея сюда жаркого места я пересадила один из клематисов и тем что он переносит жару вот так хорошо он показывает что место ему подходит здесь же цветет лаванда заглушил ее гибискус сирийский ну она нашла выход ушла от него в сторону гибискус уже весь в бутонах это дюк де брабанд махровый сирийский гибискус который зацветает попозже вот это султанчик и это цветет овсяница сизая белые цветочки похожи на гипсофилу на самом деле это не гипсофил а другое какое-то растение нужно поискать как оно называется вот посмотрите вы смотрите на экран и справа видите такое серебристое растение это перовские запах похож на запах монарды розовая монарда рядом с ней тоже растет лимонно-желтые листья это берючина а компактный такой зеленый куст это дерен кроваво-красный вот то что я и говорила большинство моих жителей это кустарники темный цвет это пузыреплодник сейчас покажу один из своих любимых кустарников это зверобой триколор триколор потому что листики у него посмотрите зеленые с розовинкой и кое-где с пестринкой цветы у зверобоя ярко-желтого цвета ну если сравнивать со знакомыми цветами наверное похоже на лютики рядышком растет ель коника медленно растущая елочка и если вам нужна композиция которая долгое время не будет требовать вашего вмешательства то как раз коника подойдет она тут у меня с 2012 года из маленького маленького череночка выросла вот такая елочка вот такие интересные коробочки это бересклет тут были розовые цветочки а после цветения остались такие нарядные коробочки очень красивый название сорта сейчас не могу сказать но если вам интересно то я обязательно найду там анемона хвойники и за коникой поднимается вверх это физостегия ну что вам еще показать сейчас покажу цветей отцвела жимолость и на месте цветов появились оранжевые ягодки смотрится это нарядно ягоды несъедобные что касается их ядовитости ну конечно употреблять их в пищу нежелательно то есть это чисто декоративный сорт ну и наверное еще покажу вам цветение лилейников я смотрю что вечернее освещение пока позволяет делать съемку поэтому несколько цветущих лилейников ну и заканчивая свое видео я хочу еще раз передать привет Свете канал цветочные джунгли от блондинки а вас попросить поддержать Свету и заходить к ней в гости я уверена что очень часто нам требуется позитив а на канале у Светы это я вам гарантирую потому что она еще раз говорю очень позитивный добрый человек и свое видео это я делаю по своей инициативе потому что Света не просила чтобы я о ней рассказывала у нас 40 градусов жары мои бедные лилейники горят на корню но когда я на них смотрю днем у меня просто начинается депрессия поэтому мне как раз позитив очень нужен так что Света буду заходить к тебе и дальше оставайся пожалуйста такой же замечательной а вам друзья пока до новых встреч до новых встреч ёлок прURж